МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире информационная программа «Еслиак парад» в студии работает Инди Рабей Мухамбет. Немного об истории. 1991 год, 2 декабря. 14 дней до провозглашения независимости Казахстана. Государство, стремящееся к самостоятельности 30 лет назад, впервые в истории провело всенародные президентские выборы. В связи с этим в Алматинском доме дружбы состоялась пресс-конференция, посвященная предварительным итогам выборов. Впервые в истории Казахстана состоялись всенародные выборы президента. По предварительным данным Центр избиркома победу одержал единственный кандидат, Нурсултан Назарбаев. По предварительным данным, 88,2% избирателей приняли участие в выборах. За Нурсултана Назарбаева проголосовало 98,8% граждан. Количество зараженных коронавирусом в области сократилось почти в два раза по сравнению с прошлой неделей. Опасная инфекция выявлена у 73 человек. Сейчас в инфекционных стационарах получают лечение 478 человек. Лечебные учреждения загружены только на 29%. В реанимационных отделениях находится 45 больных. К сожалению, за минувшие сутки скончались еще двое заболевших, всего 376 человек. В целом, с начала пандемии КВИ в регионе инфицировано 33 066 человек. В Северном Казахстане новый председатель областного суда. В соответствии с указом президента страны им стал 60-летний Ербол Жангазин. До этого он занимал должность председателя судебной коллегии в городе Шимкент. Какие задачи стоят перед новым руководителем, расскажет Илья Кудряков. Ербол Жангазин родился в 1961 году в Восточно-Казахстанской области. В 1987 окончил Казахстанский государственный университет по специальности юрист. С 1995 года работал судьей в Южной столице. Затем стал председателем Алатаусского районного суда в Алматы. А спустя некоторое время его назначили председателем коллегии по уголовным делам в Шимкенте. Ербол Мергалевич имеет за плечами богатый опыт работы. Работал в органах прокуратуры, в том числе в аппарате Генеральной прокуратуры. С 1995 года в судебной системе. Опытный руководитель, грамотный специалист. Ербол Мергалевич, желаю вам успехов. Успехов на новой должности. Судебная система должна быть прозрачной, честной и непоколебимой. За годы работы Ербол Жангазин набрался немалого опыта в этой отрасли. Поставленные перед собой задачи отлично понимает. После реформ в судебной системе показатель выигранных дел простыми гражданами у государства довели до 70%. Это говорит о правильно выбранном векторе развития. Юристы должны быть всегда с холодным рассудком. Юристы, особенно судьи, руководители всех, работники всех правоохранительных органов, они должны руководствоваться только законом. Но это не означает, что юристы не должны иметь сердец правильность. Поэтому я желаю всем находить баланс. Потому что все-таки от работы правоохранительных органов, от судебной системы, прежде всего, конечно, зависят судьбы, судьбы многих-многих людей. Продолжать грамотно развивать и упростить судебную систему, минимизировать количество ошибок. Такие задачи стоят перед всеми судьями. Только при правильном подходе к делу возможно добиться изменений в положительную сторону. Ну, я хотел бы сказать, что я буду делать все, что могу, насколько хорошим, насколько я могу. И я уверен, что итог будет положительным. В этот день на новую должность отправили экс-председателя областного суда Ерлана Айджанова. На данном посту он проработал целых два срока. Теперь же он будет работать судей в Алматинском городском суде. Илья Кудряков, Анатолий Белонок, Служба новостей. Это была последняя информация выпуска. Далее вас ждет прогноз погоды. До встречи в эфире. Субтитры создавал DimaTorzok